Евгений Куевышев посетил финальные бои международного турнира под зюдо «Большой шлем» и принял участие в церемонии награждения победителей турнира. Напомним, «Большой шлем» проходил в Екатеринбурге 17-18 марта во Дворце игровых видов спорта. В соревнованиях приняли участие 300 атлетов из 34 стран. За два дня спортсмены разыграли 14 комплектов наград и разделили общий призовой фонд в 154 тысячи долларов. На татаме Дворца игровых видов спорта выходили и трое наших земляков – Сахават Гаджиев, Яна Полякова и Наталья Голомидова. Девушкам не удалось преодолеть рубеж предварительных поединков, а вот Сахават дошел до схватки за бронзу, где уступил японскому спортсмену Асима Юма. Единственной наградой высшего достоинства в первый день соревнований сборная России обязана бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио Наталье Кузютиной в весовой категории 52 килограмма. Еще до старта она говорила, что очень хочет победить в Екатеринбурге, в городе, где ее всегда очень тепло встречают и поддерживают. В финальном поединке она досрочно одержала верх над соперницей из Бразилии Эрикой Мирандой. Во второй день соревнований за финальными поединками наблюдал губернатор Евгений Куевышев. Напомним, что в Свердловской области уделяется большое внимание развитию дзюдо. На территории Среднего Урала действует более 40 секций по этому виду спорта. Также принято решение о строительстве центра дзюдо. Вместе с Евгением Куевышевым финальные бои наблюдал президент Международной Федерации дзюдо Мариус Визер. Во второй день российские дзюдоисты завоевали три медали. Таким образом, сборная России завоевала девять медалей, среди которых две высшего достоинства. В медальном зачете наша команда уступила только главным фаворитам дзюдо – японцам, в активе которых шесть золотых медалей. Евгений Куевышев поздравил победителей. Проведение столь масштабных спортивных мероприятий в Екатеринбурге – не случайно. Ведь Свердловская область признана самым спортивным регионом страны. Для того, чтобы достигнуть этого звания, руководству области пришлось приложить много усилий для развития спортивной инфраструктуры, пропаганды и популяризации физкультуры, спорта и здорового образа жизни. В нашем муниципалитете также видны позитивные тенденции по развитию спорта. Однако это, как и любое хорошее и нужное дело, требует постоянного внимания со стороны местных властей, поддержки гражданских инициатив, связанных с этой сферой, поиска способов увеличения количества и уровня спортивных объектов.